всем доброго времени суток здравствуйте друзья сегодня постараемся за один сеанс написать морской пейзаж это я карандашиком накидывал как бы просто смотрел как она будет выглядеть на фото нету этих яхт я чуть-чуть как бы отодвинул хочу этот край берега ищет чуть-чуть хотя бы показать несколько планов было берег подходит волна как бы здесь пена все будет ну как бы чуть-чуть берег несколько волн небо разделил примерно как вы видите можно померить кистью примерно три части ну смотря если вы хотите больше неба можно ниже опустить или больше яхты сделать это уже на ваше усмотрение так приступим возьму такую кисть более крупной кистью сразу буду работать так первый слой более тоненький желательно делать пенен или white spirit у меня white spirit без запаха взял вот теперь это давайте начнем небо небо у нас вверх давайте вверх сюда вот она более жидко сейчас все это сделаем кропок и чуть-чуть голубой или небесно голубой чуть-чуть такой нежная розово-голубой оттеночек таким образом сейчас накидаю все это кисть плашмя держу мне так быстрее наносится вверх у нас более такой с розовым ближе к низу больше можно добавить ультрамарина синего или синюю фице и кроплаку примерно линию горизонта я взял слишком на ней завозить не буду тела болен так это жиденько сделаем нельзя можно больше без наглубой добавить более насыщен синий сделать сразу выделим наш горизонт проведем полосочку кстати я вот когда провожу полосочку можно вот так и проводить я всем корпусом я провожу не просто кистью поставил и разворачиваю корпус а рукав у меня грубо говоря не шевелится так будет проще более ровную линию повести так сейчас еще накидаю синяя фицеи небесно голубая или голубая низ хочу еще более контрастно более темно сделать то есть такие наши штрихи остаются мы сейчас растушеваем можно сразу же принципе растушевать можно попозже сейчас возьму больше синие фице у меня ультрамарин синяя фице голубая это бирюзовая камни желтый светлый краплак красный это зеленая травяная но я как бы вдобавочку взял где более зеленая понятное дело мы будем смешивать желтый с синим и получим зеленый но это как бы вспомогательный коричневый тоже это умбранатуральный вниз сделаем более синий опять же вот линию горизонта вот я взял и корпусом разворачиваю вернее разворачиваю корпус рука у меня не шевелится кисть точнее говоря несколько раз проведите я бы примерно линию горизонта взять это можно так теперь закрасить где у нас синяя несколько раз проведите будет более плавный горизонт в целом числе линии горизонта итак у нас уже начинаются волны наши быстренько все это накидали теперь определимся где наши волны сразу более темные вот здесь я вижу точнее более темно синяя будет волна можно чуть можно чуть карплака сюда добавить такой вот оттенок более темный вот так она заходит и по направлению волны я сразу показываю вот такие вот завихрения вот так волна сюда заходит вот здесь вот здесь таким же образом вверх у нас будет более белый но пока здесь можно за верх особо не заморачиваться давайте накидаем покажем где наши волны вот так она вот зайдет здесь уже будет более пена на это все таким вот образом показываю может у нас будет меньше пены чем на фото так как бы по нашему усмотрению по нашему желанию как нам больше будет нравится так мы и сделаем пока мы все микро-микро слоем просто избавиться от белого холста нашу так здесь будет пена вот эта волна синяя зайдет вот сюда так идем дальше вот здесь опять синий участок заканчивается и где-то вот здесь более зеленая сюда же больше надо чуть с краешку так сделать больше в кадре желтого добавим и более зеленый можно краплака сюда же она кое-де как коричневая будет давать такой оттенок здесь более зеленая будет здесь центр коричневого сейчас примерно накидаем вот здесь волна заходит вот так вот вот она будет сейчас я ей просто покажу как бы вот так она зайдет вот здесь вот так вяжет пена будет вот здесь больше можно коричневого того же взять а можно сюда же больше краплака и синим смешать больше краплака более коричневый такой оттенок получится можно добавить коричневого пункта здесь небольшие такие как сфиолетовые оттенки сейчас я просто все это условненько покажу а потом доработаю продолжаем теперь можно чуть-чуть ее вытереть от тряпку нам нужно покажем вот эти наши воно чуть в сторонке больше под меня желтого можно бирюзы добавить вот эта волна вот здесь вот будет нет нужно более сюда синего добавить более темно-синий синее ФЦ добавил темно-зеленое более все по направлению кистью показываем как у нас закручивается волна здесь пена будет вот это все запенено это наша волна вот это давайте покажем она у нас и вот это тоже так давайте сначала желтым уже раз начал замес сделал здесь больше желтого вот это у нас самое будет ярко-желтая волна все по направлению опять же так как-то она пройдет можно сразу провести вот так как видите ее всегда может вы чуть по-другому сделаете и вот здесь вот это будет тоже пены а тут другая волна здесь пена разделит их и это тоже вот здесь будет более желтым сейчас вот так покажем быстренько большую кистью более условно потом доработаем больше желтого здесь нужно здесь уже пена это прям сверху надо закрутить не отрываясь сама вверх и до низа уже направление будет так а вот эту вот больше давайте ее сделаем бирюзы больше добавим вот такое насыщение бирюзой вот так она у нас вот так заходит она полностью здесь бирюзовую желтую подмешиваем бирюзовая желтая внизу более светлый оттенок здесь уже пена будет вот так пену вот эти вот полностью закрашу поверх этого кинем пену специально делаю все это на вайцпилеке хорошо делать если есть пенен конечно нам больше нравится и этим тоже можно нужно доработать это тоже пена выйдет эту волну поверх пройдет теперь что нам нужно сделать вот здесь где выходит коричневый вот это здесь вот такое направление показать что волна вот так у нас заходит вот вот так показать что она у нас вот так закрутилась здесь еще более здесь пена вверх больше опять желтый более светлый вверх опять же вот это направление вот таким образом закручена показать вот так вот здесь хочу сделать краешек коричневый ум взял можно скраплаком чуть-чуть чуть-чуть берега будет теперь вытереть кисть давайте накидаем еще у нас есть более синий ультрамарин синий чуть-чуть вот здесь она уделяет вот эта волна заходит синим здесь таким же оттенком заходим на нашу эту волну уберемся что нужно будет мы доработаем вот эта волна сейчас слегка закручена заходит здесь тоже более светлая здесь пена здесь более темно-коричневая можно добавить краплак и выбор можно можно окладми красные уменьшать синим будет более темные тоже получаться чуть-чуть больше больше все пена это вот так чуть-чуть больше волны переделаем не обязательно прямо точно как на фото все сделать можно пофантазировать сделать как нам больше нравится здесь больше синего опять синяя фц утрамарин небесного будет краплак здесь горизонтальные движения здесь зайти соединить здесь пена здесь вот так вот можно показать что все-таки туда заходила наша волна ее закрутила быстренько накидываем краплака можно небесно-голубой более жиденько слегка как и фиолетовый оттенок у нас получается благодаря краплаку здесь отражение волны и вот так уже будет пена давайте чуть-чуть больше а пену уже докидаем так показать что закрутила здесь наша водичка затянула волну более жиденько видите разбавляем краской не течет хорошо ложится слой небольшой можно березы весно-голубой можно играться слегка оттенками здесь с более горизонтальными линиями поделать вот так можно взять другую кисть пену нашу показать можно той же принципе я возьму такую овальную кисть 12 она тоже более крупная то все можно просто условно покажем где у нас пена как облачко нарисуем уголок взял вот здесь добавить вот таких ярких желтых оттенков желтых зеленых точнее так проходит здесь здесь больше можно пены попадать можно ближе я же говорю можно придерживаться квота лучше придерживаться особенно если вы новичок желательно придерживаться так легче будет вам передать все это по контуру пройдем здесь чуть-чуть закручена уже пусть и волна наша чуть останется здесь вот так просто есть детали брызги все это нам сапками не интересует нужно избавиться от белого холста грунта холста потом мы пойдем дальше полностью чтобы все было закрыто весь холст вот эту область таким же образом вот так она будет заходить пену наше здесь вот так выглядит ничего пока все это смешивается с нашими зелеными оттенками ничего страшного пусть смешивается здесь здесь оставить слой это темное между этой волной и пеной оставить нашу темноту которую мы темно-синий накидываем вот эти наши вот здесь можно больше темно-синего добавить это пена в тени вот так она заходит здесь брызги у нас сначала более все условно покажем это вот у нас вот брызги заходить можно вверх чуть растянуть просто расставим все на свои места чтобы у нас было больше понимания что тут происходит и что нам нужно доработать вот так раздоделим также можно вот такими чуть-чуть закрутить как бы хвост у нас полностью закрашен давайте возьмем ну такую обычную строительную кисть во всех магазинах можете в любом строительном магазине можете найти главное чтоб не вылазил с нее наш волос ворс и вот такими вот движениями как бы восьмерочку закручиваем все смягчить такими быстрыми движениями все это смягчить более плавно чтобы получилось не слишком много можно растереть это сейчас все нужно еще поверх этого тонкого слоя накинем еще слоя и я все это делаю вот я поставил двигаю корпус рукав не двигает меньше шансов было что кисть у нас где-то вернет в принципе можно здесь кое-где смягчить не вот так чтоб поставил оставил 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 вот так тогда будет мягенько все так оставлять туда-сюда возить оставаться от кисти не нужные нам можно вот так плашмя даже досмягчить здесь можно тоже чуть-чуть это все разгладить сейчас дам чуть-чуть подсохнуть пусть она минут 15 постоит пойду попью чайок красочка у нас она уже даже я чувствую слегка начала более вязкая более уже стала краска буквально реально попить чайок ну полчаса можете здесь слой небольшой и выполнена сувайт спиритом оно быстро испарится и благодаря этому можно будет с первого сеанса дописать понятное дело вторым на втором сеансе более уже точно все доработать мелкие детальки всякие если что-то нам не понравится сейчас дам 15 минут и продолжим она еще мажется как бы но сама краска уже можно вот она более тягучая красочка стала уже холст я принял чуть-чуть буквально подсохла кстати здесь уже не просто сделал двойник можно тройничок делать сюда лака можно еще добавить уже буду писать не на чистом white spirit или здесь теперь буду просто мыть кисть white spirit кстати нужно помыть а здесь добавил масло можно лак домарный тройничок сделать для более детальных работ надо двойники тройники докидаю сюда теперь более плотно вот такие же оттенки небесная голубая вниз более уже больше пигмента краски аккуратненько можно прямо с этого края все опять таким же образом поставил растяю более ровная линия получится корпус двигается только корпус более более плотный слой краски разбавляем тоже чтобы она хорошо ложилась но не текучая уже была более плотненько здесь здесь можно тоже еще добавить небесно голубого с краплаком небесно голубая это мне просто голубая и сюда краплака чуть-чуть вверх вверх больше краплака сделаем больше белив более светлый вверх теперь вот здесь прям замешаю краплак краплак белила небесная голубая или голубая чуть-чуть синей пц чуть-чуть синего добавить вот такой оттеночек сделаю зайду прям наше синее а вверх еще более такой же оттенок но больше белил все так мягенько перекрыть еще раз растягивать видите когда встаю оставляю где-то на центре кисть потом так плавненько тяжело можно другой кистью опять взять строительную кисть или вот такую вот она очень мягенькая плавненько все сделает ну такими так небольшими можно вот так просто протягивать ну и главное не собрать всю краску просто размягчить разгладить все оттенки овальную кисть двенадцатую можно даже пальцем если у меня белила чуть остались посмотреть где нам вот таких вот небольших облачков более не пальцем получаются мягкие разглаженные можно на кисть набрать и каких-то таких небольших горизонт более мелкие делаем так если нужно вниз растушевываем вверх пусть слегка больше остается вниз растянут ну где хотите добавим ну точнее я сейчас добавлю здесь более тоже белила кстати краплак небесная голубая нам здесь не нужна она у нас сама подмешивается вот вот хочу сделать полупрозрачные чтобы они более воздушно смотрелись можно мягенько вот так еле-еле нежно прикасаясь более плашмянь вот вот нежно нежно смягчить да разгладить да растушевать все это чуть-чуть краплака или кадмия красного можно нежно розовые теплые сделаю вверх здесь можно даже можно вот такой заместил пальцем все это делать здесь мелких мелких я их сейчас растушую по горизонту более мелкие точки растянутые делать здесь которые ближе к нам уже делаем их более отчетливо видны и более крупнее не будут прибавить объема и небольшие есть отрываются тучки ветром разогнал как бы такие небольшие шеи какие-то покидать слишком я не хочу но нежно нежно растягиваю я хочу чтобы они были более прозрачные где нужно я еще украшу их вверх более светлый можно сделать чтобы придать эффект того что сверху падает свет небо не оставим так давайте задний план моря доделаем или океана взял такую кисть угловую четверка более крупная можно еще больше и теперь синяя fc с кадмием красным будет более темно синий оттенок так можно добиться черного грубо говоря смешать синий с красным горизонт особо не трогаем такие горизонтальные полосочки поставить ближе к горизонту такие можно с волной небольшой движем горизонт тоненькие маленькие полосочки здесь можно будет слегка уже больше такие показывать и так не слишком много краски на кисть беру но так чтобы не стирать первый наш слой положить сверху чтобы хорошо ложилась потому что краска еще если вы с первого сеанса делаете она еще не высохла и будет мазать можно подождать если у вас нет времени все с первого сеанса делать у меня есть ссылочка как обезжирить картину как доработать второй третий слой как правильно обезжирить чтобы хорошо ложился последующий слой в живописи я сейчас таких полосочек накидаю растушу и добавлю цвет неба тут у нас и в волне будет цвет неба небольшие полосочки более ровные ближе сюда уже делаем более волнистые с волной вот такие уже говорил повторюсь еще раз где-то останется более светло где-то более темно будет строго горизонтальные полоски где с волной где просто полоски но хоризонтальные краю меньше лучше начать вот здесь когда набрали краску покидать первые они более насыщенного оттенка более более контрастные а краю более пустой уже кистью выйти овальной кистью чуть-чуть чуть-чуть хочу краю горизонт смягчить аккуратненько чтобы вот этот наш темный цвет не залез на небо просто мягенько пройти нежно нежно прикасаясь протираем кисть можно это более-менее смягчить более плавненько будет смотреться все нежно нежно прикасаясь растягивать теперь взял угловую кисть снова четверочка зеленая травяная нет синяя ФЦ где более темная темно-зеленая добавить такого здесь больше желтым вот это синяя чуть-чуть туда зеленая травяная надежу так по направлению более синяя она настолько поднялась как бы здесь вот такое направление моска где более светлая можно Чуть-чуть небесно-голубую взять и сделать более плавный, нежный синий-зелёный оттенок. Вот здесь у нас тоже больше синей ФЦ или кобальта синего, более тёмно-синий. Так, вот здесь у нас как бы всё хорошо, в принципе. Чуть-чуть можно такого тёмно-зелёного добавить, именно вверх волны провести вот так даже. Вытереть кисть тряпочкой обычно. Можно прямо отсюда начать. Вытереть. И вот так смахнуть вниз. Ну всё. Здесь наоборот нам больше пены, даже нужно было добавить. Ничего страшного, пену растянул, зацепил вверх пены, ну и так. Ничего вообще. И здесь синяя ФЦ и небесно-голубая. Можно ведь зелёную тоже. Более светлой сделать, больше небесно-голубой. Даже ещё больше. Вот здесь, где более тёмная, надо украсить, протянуть так вниз. Сверху донизу, по направлению закручивания волны, скажу, что вот эта волна, всё-таки она вот тут ещё, идёт просто водичка. Вот здесь зелёная травяная, синяя. Синяя ФЦ, зелёная травяная. Слегка вот эта вот. Идти с таким же образом. Можно бирюзового, небесно-голубая, жёлтого. Я зелёную травяную взял для большего комфорта. Да и вам легче будет с зелёным, не слишком играться с перемешиванием красок. И где больше, вот вверх, больше с жёлтым. И вверх нужно будет более тёмным, синим показать сейчас. Тёмно-синий, зелёный. Опять же, синяя ФЦ, зелёная травяная. И вот так показать вот это, что она у нас здесь закрутилась, зашла. Но когда я пену покажу, будет лучше, понятно? Здесь вниз, тоже синяя ФЦ, зелёная травяная, более тёмная. Здесь чуть-чуть такого тёмного зелёного добавить, синий-зелёного. Здесь зелёная травяная и умбра натуральная. Особенно вот этот низ, нужно больше затемнить. Там она самая тёмная, вверх более прозрачная, уже водичка просвечивается. И вот здесь бирюзовое с жёлтым помешать, добавить. Можно зелёную травяную, чуть здесь не слишком яркое. И вверх, больше опять жёлтого, более яркий сделать. Видите, уже больше краски ложу, чтобы хорошо перекрыть. Снова светлую кину и слегка растянуть. Сверху вниз, опять же, по направлению. Слишком не давите, ягонечко, нежно всё делать, мягенько. Вот эта вот область, чуть-чуть волну вот это отделить. Вот эту зелёная травяная, можно с бирюзовой вверх, именно вверх более тёмный сделать. И в низ это всё вот так растянуть. Именно сверху, чтобы мазочек самым вверхом шёл. Книзу больше жёлтого, но вот здесь можно вот так проставить. Вот так растянуть ещё раз. Дополнительно больше полосочек, больше эффекта самой волны будет. Просто растягиваем. Ну и вот эту. Здесь даже больше надо жёлтого. А вот эта волна ещё более жёлтая. И сейчас это докидаю. Вот эта волна у нас проходит вот так. Здесь просто закрутилась она вот так. Это она уже идёт, и эта же волна выходит, закручивается, и здесь уже ложится. Вот здесь она вот так закручивается. Вот эта зелёная травяная. Можно синего, чуть синее. Вот я прям отсюда вот эту сиеню тяну. И низ более жёлтый. Ну, больше. Хармя жёлтого. Кстати, можно сразу этот оттенок, не вытирая кисть. Вот эту волну тоже показать. Вверх более тёмный. И низ. Вот набрал жёлтого. Разбавить. Вот он более такая, как сметанка становится. Ну, и я всё тогда такого примерно разбавляю. Он есть. Вот тут можно сразу добавить прозрачного нашего. И сюда такой же насыщенный жёлтый кинул. Можно даже чуть-чуть белил в жёлтый. Более насыщенный. Яркий получился, точнее говоря. Здесь как-то тоже можно более яркого ещё чуть-чуть кинуть. Она сейчас размажется, она не будет настолько яркой. Давайте доделаем вот эту область. Деленая травяная и умбра. И синего, кстати. В этот же замес. Коричневое, но с синим нужно тоже добавить. Синюю ФЦ. Здесь, где более тёмное, синяя ФЦ. И кадмий красный. Такой правильный расчётки посмотреть. Вы увидите, более чёрное должно получиться. Видите? Вот такой оттенок здесь хорошо зайдёт. Ну, как бы, получается чёрный, не чёрный. Этот оттенок просто лучше валяется, более живописно будет, чем сейчас сюда какой-то чёрный. Ну, индиго, как бы, пойдёт, конечно. Теперь умбра натуральная, опять же, что я говорю, вот этот замес коричневого. Синяя. Зелёная травяна, ну, чуть-чуть. Низ более, вот этот коричневый, более светлый, можно, кадмия красного, что-то добавить. Чуть-чуть белее. Жёлтого в коричневый добавлять в умбру. Она будет более светлая. Вот это у нас вот так закручено. Ну, и таким же образом. Мягенько. Вытираем кисть, вот чтобы слишком, видите, начало тянуть низ чёрный. Нет, так не надо. Слишком здесь светлая тоже не надо, как дома. Чёрная тоже не надо. Вот так можно ровненько. Еле-еле держу. Надо вытирать только чаще. Вот она почти упадёт сейчас у меня. Нежно-нежно. И нужно добавить красочки, если мало. Вот так сойтись. Здесь она как тень. Где наша вот эта чёрная, эта тень. Вот пена, вот эта волны. Таким же образом. Начать здесь хочу. Главное, всю краску не снимайте. Нежно-нежно делать. Просто загладить её. Слишком на кисти не давите. Вот здесь хочу, всё-таки нужно ещё более жёлтый, ярко-ярко-жёлтый. Низ больше белого. Ещё добавить. Белого с жёлтым тоже. Можно вот так сделать. Снизу вверх. Но по направлению опять же. Закручивание волны. Не просто ровно. С закручиванием. Можно чуть-чуть. И сверху вниз. Смягчить. Более плавненько. Чтобы всё выглядело. Сюда кинуть тоже ярко-жёлто-зелёного. Вот здесь более светлое. Как бы отражение от волны к верху. Коричневый, как мы делали. Вот здесь, ну, более светлый. Это слишком, что светлое. Зелёную травяную добавить. Синее ФЦ. Зелёную травяную. Более сначала тёмную. Вот здесь показать. Вот здесь больше синее ФЦ. Зелёной травяной. Вот это область. Вот здесь, опять же, более ярко-жёлтое отражение. Здесь, как я тебе, белила. Жёлтым. Небесно-голубая. Небесно-голубая. Светлое будет, ну. Здесь край сейчас более тёмно делаю. Сейчас это всё растушу. И вот здесь тоже светлое. Вот здесь под волной. Более тёмно-зелёное. Синее ФЦ. Зелёная травяная. Вот здесь. Теперь синее ФЦ. Можно синее ФЦ. Небесно-голубая или бирюзовая. Чёрт жёлтого. Более синий такой оттеночек. Вот эту волну. Вот здесь она так пройдёт. Чёрт более основной выделит. Вот это вот. Здесь краплак. Краплак. Можно бирюзовая. Можно даже белил в краплак добавить. Это слишком. Она сейчас затрётся. Точнее разотрётся. Более надо синего больше. И вот это всё нужно. Небесно-голубая или бирюзовая. Можно краплак чуть-чуть. Небесно-голубая, синяя ФЦ. И вот это украсить. Более синего можно. Больше синей ФЦ. Где нам нужно будет нам более светлое добавить. Синяя ФЦ, небесно-голубая. Можно чуть-чуть зелёной травяно добавить. Краплака. Вот здесь небольшая такая, тёмная. Здесь более тёмно-синяя. И коричневая можно чуть-чуть добавлять. Здесь уже у нас берег. Такие полоски поставить. Здесь по этим маленьким, вот таким небольшим волнам пройдут ещё пена. Как бы... Здесь тоже более тёмно-синяя нужно хорошо растушевать. Кое-где добавим более светлого. Ближе к низу, тот же замес, но ещё в ломбру натуральную добавляю. Вот здесь они это слишком добавили. Тоже синий, но слегка с коричневым ещё добавляю. Тот же, те же оттенки, но ещё и коричневый. Где теперь можно белила добавить? Или у нас белые? Тот же замес белила. Больше добавить. Ну, такие мелкие я сейчас не этой кистью пробую. Я сейчас просто примерно покажу, где оно здесь у нас находится. Вот так. Здесь просто расходится. Говорит, смягчить всё это. Ещё раз пройти. И оно разрежет. Какой-то останутся и синие наши, и более светлая вот эта как бы пена. Это можно ещё дорабатывать, естественно. Нужно даже. Я это всё делаю на втором уже сеансе. Сейчас максимально близко прийти к тому, что мы видим на фото. И здесь нить можно добавить. Пусть тоже коричневый такой сверкает. Там, где там дикнуло, там. Показать более. Здесь тоже как бы пена. Кое-где. Я сейчас просто так накидаю. Более светлого такой. Мягенько всё сглажу. Пока здесь мне не нужно слишком большой толстый слой. Ну, когда слой остаётся уже хороший. Слегка. Надо загладить. Здесь можно по направлению взбить. Куда мы закручивали. Волну слегка показать. Это. Сбить ещё смягче. Мне слишком не мешает. И это таким же образом. Легка украсим. Здесь, где более светлая, наверху. Вот так оно проходит. Да, и кстати, ребята. Вот сюда можно вот такой оттенок докидать. Ну, не настолько светлый. Но как бы оттенок неба добавить. К синий-синий ультрамарин или синяя ФЦ. Икроплаг. Ну, кое-где. Чуть-чуть добавить. Более гармонично будет смотреть. Точнее, ультрамарин набрал на овальную кисть. И вот таким образом. Слегка как прихлопывая. Но придерживаясь направления. Пена у нас спенилась. И идёт. Ну, вот таким образом. Как бы всё равно придерживаться того, что она вот так слегка сходит. Не просто как попало. Можно, грубо говоря, плашмя её ложить. И это всё быстренько докидать. Ну, вот на вот этой волне. Вот она. Более тёмно их сделаю. Что-то я слишком высветливаю. Нужно более тёмно. И вот как бы вот так. Она спенивается. Она вот здесь у нас ходит. Вот так, к низу. Небольшие волнения остаются. Где-то более тёмно-синее ставить. Больше объёма будет у пены. Нам проще будет, когда будем высветлять. Синее фото, можно краб лака туда. Более тёмные вот такие сделать. Видите, это всё быстрее. В принципе, я накидал. Но так стараюсь не просто как-то так. Больше, чтобы было понятно. Вот я размазал. Вот так. Вот так. Растушёвываем. Слегка оставляем вот эти наши мазочки. Вот видите, получилось несколько даже. Пусть пока места кидаются. Давайте кинем пару парусников. Небольшие яхты на краю, куда-нибудь их ближе к горизонту. Напустил чуть-чуть в хвост. Можно взять любую палочку, упереть. Можно и на весу делать. Но такие мелкие, всё мажется. Нужно очень аккуратненько всё делать. Белила. Чуть-чуть небесно-голубой и краплак. И от него можно слегка просто его размягчить. Чтобы он выселился в нашем море. И чуть-чуть отражение кинет такого же оттенка. Коротенькие полосочки. Так, что мы делаем теперь? Белила. Вот такая кисть. Это белка. Восьмёрочка. Она уже более распушена распушилась. И вот такими вот прикасаниями. Пусть более пастозно остаётся. Хорошо набирать. Можно без разбавителя даже работать. Вот так. Наставить. Можно, чтобы более распушена она была. Чтобы сразу фактурку давала. Можно выходить. За грани. Видите? Получается, как брызги. Нежно. Она сама будет оставлять. Чуть-чуть придерживать. Слишком придавливать не может. Оставляем просвет её такой тёмной. Синий нашей первой. Где-то больше белого. Запрасили. Добавили вот такого. Вот здесь вот так тоже. Точно так всё пройду. Иди вверх. Выходите. На море. Наш. Зарнего плана. Такие будут маленькие брызги получаться. Вот так сейчас всё пройду. Просто где-то больше. Это ещё добавлю более светлого. Вот здесь. Ну, то как бы. Тоже надо смотреть, как на фото. Можно понять, как это делать. У вас всё получится. Да, ещё вот эти мелкие. Уже больше белил. Чуть-чуть. Небесно-голубой. Можно краплак. Взять единичку или лайнер. Небольшую кисть. Разбавить, чтобы она хорошо ложилась. Такая. Бедненькая. Сейчас попробую вот этой своей единичкой сделать всё. Если нет, возьму лайнер. Нет, слишком нужно более синее. Синее фицей. Утромарина. Лучше возьму лайнер всё-таки. Вот такие полосочки поставить. Вот так можно руманно. И тоже делать стараться по волне. По направлению волны. Так ложится на кое-где можно вот так перебить. Если слишком белое получилось, просто лишний раз до растените это всё. И намешал вот такой вот нежно-синеватый оттеночек. Синее фицей можно краплака туда. Вот здесь можно более жирненькую, если такое оставить. И сейчас докидаю пену. Вот здесь тоже больше просто синюю. Вот такое где. Ну, в принципе, везде тот же. Сейчас докидаю уже пену нашу. И это всё показывать не могу. В принципе, тот же. Да, и главное тоже, что пока вспомнил, много не набирайте краски. Если слишком много наберёте, будет вот такие вот оставлять слишком. Нам такого не надо. Чуть-чуть подзбили. И вот нежные. Но это оно с краской здесь тянется. Вот таких вот. Не слишком много краски. Лучше добавить потом более светлого ещё. Сразу сделать. Вот так вот. Это больше вышли брызги. Просто нежно прикасаюсь. Прозрачно будет получаться. Сейчас всё пройду. Тогда кидаю пену. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Докидал я пену. Чуть-чуть кинул сюда. Тёмного добавил чуть-чуть. Теперь нужно вот такие вот полосочки нам докидать мелкие. Желательно я сейчас, чтобы для более удобства, как я показывал, я возьмусь с помощью палочки. Вообще можно, конечно. Лайнером, тоненькие линии только я полностью вытягиваю руку и всё делаю лишь движением не кисти, а полностью рукой. И как бы можно от начала, и как бы не слишком медленно старайтесь, вот где взяли примерно, провели, я не кистью веду, а полностью рукой. Для этого нужно отойти подальше, как бы на вытянутую руку можно делать так. Опять же, вот круговые всё делаем по направлению. Где-то мелочи добавить можно. Можно и так делать на вытянутую руку. Мне удобнее. Я не буду это всё снимать только. И вот здесь, таким же образом. Здесь таких мелочёвочек нужно будет докидать. Тоже, по направлению волны. Как бы кривыми, но чтобы всё равно они заходили вовнутрь, по кругу. Здесь много таких, больше, это более тёмно-синие белила, но более синим. Они у нас как бы в тени здесь. Не как бы они в тени волны. Ну, примерно. Вот такие синеватые делаем. А эти более белые. И вот так понакидываю сейчас таких. И это всё ускорю. Здесь нет такого ничего. Всё однообразно. И передний план ещё доразберём. Но здесь просто большей кистью всё таким же образом можно и это, и вот так делать. Полосочки. И опять же, когда я делаю, я руку вытянутую держу. Я начну вот так. Ну, можно, конечно, здесь. Мне не столь важно, насколько у нас ровные получатся наши полосочки. Нам даже выгодно, чтобы они были неровные. Я иногда специально даже руку слегка дрожащей рукой делаю. Здесь побольше. Можно больше кисть взять. Какой вам удобно. Вот таких полосочек. Ну, я сейчас докидаю волны. Я это всё подускорю. Теперь нужно доделать. Ну, и здесь понятно ещё кое-где и волны надо дорабатывать будет. Можно вот такой кистью. Это двоечка. Сначала более синюю делаем. И вот синяя ФЦ. Вот более синюю показать пену. Поверх неё покажем, где более светлая у нас пена. Вверх пены самой. Это всё можно вот таким образом добавить. Сразу более тёмно-синюю такие накидать. Это синяя ФЦ. Сюда краплака чуть. И белила. Можно небесного бая. Или кобарт синий. И вот разбавил, чтобы хорошо ложилась красочка. Примерно всего вот такая сметанная. Хорошо пигмент. Я её даже чуть-чуть слегка прокручиваю, чтобы полностью краску оставить на холсте. И так сейчас более тёмно-синюю докидаю. И потом уже в этот же замес больше белил добавить и более светлым ещё пройти. КОНЕЦ Чаечек ещё докидаю. Чуть-чуть. Ну я так покидал. Более тёмно-синие делаю их. Потом белым доработаем детально. Чуть-чуть. Доработаем. Писывать вот такие вдалеке их несложно. Просто галочку ставим. Ну и теперь более светлым оттенком, более белым. Белый с краплаком. Нечистые белила. Нежно-розовые. Коже и синие здесь. Более светлый. Работать чуть-чуть. Вот эту. Которые более крупные получили. Довольно светлю чуть-чуть. Вот так сами края оставил более тёмные. Ну и там всё. Первый сеанс закончен. Более мелкие все детальки. Пену, естественно, ещё я буду нарабатывать. Где-то чай более ярче сделать. Более светлыми. Если будет хотя бы 20 лайков и просьбы, чтобы выпустить продолжение, выпущу второй второе видео, второй сеанс, где уже более детально всё дорабатывать буду. На этом всё. Всем спасибо за просмотр. Спасибо вам за лайки ваши, за комментарии, ребята. Спасибо. Друзья, спасибо большое. Всем удачи. Пишите картины. Удачи вам, друзья. Всего вам хорошего.